И вот иногда у некоторых людей, когда они встречаются с этими книгами, с этими темами, возникает вот такое состояние парадоксального непонимания. Как бы разбирается то, что было таким надёжным, стабильным. Я помню, как в 1980 году ко мне попали мои первые книги Кастанеды. Это было время окончания Брежневской эры, время самоздата. Я тогда благополучно закончил физико-технический институт московский и поступил сразу в два очень важных для меня университета, таких учебных мероприятия. Первая – это была аспирантура Института философии, в этом стал учиться. И вторая моя высшая школа была подпольный московский трансперсональный кружок «Контекст», образованный как раз переводчиками книг. Рживы переводили тогда с английского на русский язык, переводили Тартантулку, переводили Станислава Гроуфа, переводили Джона Лили, переводили, конечно же, Карлоса Кастанеды. Позднее чуть-чуть выступит Анатолий Романович Арлашин как раз, с которым я тоже познакомился, старейший член этого кружка «Контекст», один из его основателей. И вот именно оттуда я получил первые четыре книжки в самоиздате «Ксерокопия Кастанеды». И до сих пор помню, как я читал эти книги. Наверное, из всех других книг, которые попали мне тогда в самоиздате, только первая книга Гроуфа «Области человеческого бессознательного» вызывала такое трепетное и внимательное отношение. И, наверное, как и многих, мне очень близкой была идея, связанная с тем, что мир, который мы привыкли воспринимать, совсем не такой на самом деле. Это результат фиксации точки сборки, наведения на резкость, на определенном аспекте реальности, но реальность многослойна. И позднее, когда я встретился с Термсом Маккеной, я узнал от него мысль о том, что наше обычное повседневное восприятие – это нечто вроде серотониновых галлюцинаций. Серотонин – это основной нейромедиатор, который во время бодрствующего состояния осуществляет весь химизм мозга. Серотонин производится в шишковидной железе из трептофанов, которые мы получаем с пищей. Бананы, мясо и многие другие источники трептофанов. Ночью из этого же трептофана шишковидная железа производит мелатонин. И мы спим. И 30 процессов в организме регулируется мелатонином. Но иногда, говорил Теренс Маккенна, та же самая шишковидная железа может производить из трептамина диметилтрептамин. Это нечто вроде такого инъекции визионерского опыта. И точка сборки смещается радикально. Поэтому широко известное с древнейших времён изменённое состояние сознания, связанное с ночью, с наведением. Ну, такое же состояние, связанное с днём, которое завязано на серотонин. Ну, и изменённое состояние, экстремальный опыт, который может быть связан с тем, что на какое-то время система моноаминооксидазы, которая существует у человека и высших животных, и которая блокирует действие диметилтрептамина, диметилтрептамина, теряет эффективность. Она может быть ингибирована пищей или внутренней биохимии. И возникает вспышки визионерского опыта, смещается точка сборки. Вот это одна из возможных идей, которые тогда я услышал от Терренса Маккенны. Но самое главное, конечно, что будоражило, это то, что реальность – это что-то ещё. И реальность можно открыть, и реальность можно познать. И здесь, наверное, важно отметить, что популярность Кастанеды началась сразу же после публикации его первой книжки, которая разошлась. Сперва она была напечатана в 1968 году в университете Калифорния, Лос-Анджелес. Затем была перекуплена большим издательством Саймон Энн Шустер, у которого все права на Кастанеду, и стала миллионником. То есть книги Кастанеды в Соединённых Штатах выходили все миллионными тиражами. И, наверное, это неудивительно, потому что взрыв интереса к книгам Кастанеды и усмотрение в его мире и в его произведениях чего-то пророческого совпало со многими другими событиями, которые произошли в 60-е годы. Что-то случилось в земной цивилизации, что-то произошло. И если мы просто посмотрим, какие ещё важные события происходили в 60-е годы. В 68-й год что произошло? Это был написан манифест трансперсональной психологии и организована ассоциация трансперсональной психологии. То есть первое направление, которое стало серьёзно относиться к духовному, мистическому опыту, к религиозным и высшим ценностям изучать духовные традиции. В 60-е годы это рок-революция, мир сошёл с ума. Это песни Битлз, которые стали мировой сенсацией. Это совершенно новое лирическое откровение и ноты. Это песни протеста, песни прорыва. Это эпоха контркультуры. Студенты вышли на улицу для того, чтобы сломать прежний уклад жизни, прежнюю систему образования. Те цепи, которые мешали им развиваться. То есть контркультура стала, конечно, эпохой и захватила миллионы людей. Дальше очень важное событие, которое тоже совпало со знаменитыми 60-ми – это гуру-революция. И это не только Битлы, которые полгода провели в Индии у Махариши Махеш-роки, йоги изучая трансцендентальную медитацию и сочиняя новые песни, но это миллионы американцев и европейцев, которые устремились на Восток. Когда-то, в 20-е годы, об этом предчувствуя будущее событие, писал Герман Гесса в своей статье «Поломничество в страну Востока». Но в 60-е годы это стало планетарным событием. Цивилизация европейцев, белая цивилизация устремилась на Восток, восполнить страшный дефицит, который обнаружила в себе – отсутствие знания себя. Ей нужно было заглянуть внутрь себя и, смотря в зеркале Востока, постигая восточное учение, она стала устремляться совершать внутренние путешествия. И, конечно же, книги Кастанеды, которые отражали все эти тенденции. Да, еще очень важное событие, которое я не упомянул, это, конечно же, психоделическая революция, в которой только в одних Соединенных Штатах участвовало свыше 15 или 20 тысяч человек, миллионов человек. То есть люди, которые имели очень мощный опыт и, в конце концов, это привело к тотальной запрете психоделиков, но, тем не менее, оказало колоссальное влияние на всю человеческую культуру, потому что опыт, который люди получали в медитации, опыт, который они получали во шрамах, в путешествиях на восток, совершал необратимые изменения в их душе. Обратно дороги не было. Как вы знаете, сознание обладает тем уникальным свойством, что в нем отсутствует клавиша «делить», «стереть». Олег Бахтияров может нам это подтвердить, крупнейший специалист по управлению сознанием и саморегуляцией. И все, что вошло туда, остается там навеки. Это можно структурировать, это можно вытеснить, это можно отредактировать. Но оригинальное впечатление, оригинальный опыт, оригинальный контакт остается с нами навеки. Это не компьютер. Жесткий диск внутри, виртуальный, распределен по всей Вселенной и не поддается никаким окончательным манипуляциям. И поэтому, если мы обучаемся языку, мы не можем разучиться разговаривать. Наоборот, с каждым годом мы говорим все лучше и лучше. Если мы научились ездить на велосипеде, мы никогда не разучимся. И через 20 лет все снова на велосипед. Мы будем так же хорошо ездить, как когда-то, когда научились. И поэтому вот тот дух времени, который проявился в рок-революции, в психоделической революции, в контркультуре, в становлении трансперсональной психологии и нового системного взгляда, который проявился во всех этих упомянутых событиях, он, конечно же, проявился и в творчестве Кастанеды. Кастанеды потому и великий писатель, великий проводник этих идей, потому что он оказался совершенным каналом для духа времени. Недаром в некоторых работах его называют даже пророком Нью Эйджа, то есть провозвестником, который предвосхитил все главные идеи, темы и в немалой степени способствовал. Моё личное дальнейшее знакомство с миром Кастанеды тоже протекало разнообразным образом. Вот в начале 90-х годов судьба свела меня с Олегом. Олег здесь, он скоро тоже расскажет свою историю, который был руководителем издательства «София» в Москве, и вместе с ним был хозяин Софии из Киева, Юра Смирнов. И наша дружба началась с издательского конфликта, как это часто бывает, потому что София издавала в начале 90-х годов замечательные книги, которые когда-то переводились в сам издат членами нашего подпольного кружка «Контекст». Книги Джона Лили, книги Мерла Вольфа, ну и так далее. Ну и книги Кастанеды, которые переводил Вася Максимов, который тоже был членом нашего кружка. Очень хороший человек, который последние десятилетия жизни был дзенским монахом корейской традиции и сильно повлиял на творчество Виктора Пелевина, Пелевин дневал и ночевал у Максимова в Выборге. И эти книги были изданы, у нас был некоторый издательский конфликт по одной книжке, мы его быстро решили, ну и в результате подружились. Подружились и начали проект, вот у меня первая книжка этого проекта есть, называется «На дау шамана. Путь тела сновидений». Проект с условным названием «Миры Карлоса Кастанеды». Около десяти книг, наверное, Олег, мы выпустили тогда. Где-то, то есть идея этого проекта состояла в том, чтобы дать некоторые параллели. То есть есть мир Дона Хуана, Дона Кастанеды, но в силу совершенства сталкинга, которые, истирания личной истории, которые ведет команда Кастанеды, они почти неуловимы, их сложно застать, зафиксировать. И помимо книг тогда они не появлялись на людях. И мы решили найти параллели, то есть учения городских шаманов, учения специалистов по сновидениям и осознаваемым сновидениям. И я тогда познакомился в Калифорнии со Стивеном Лабержем, первым ученым, который доказал реальность осознаваемых сновидений. Вот таким образом мы начали эту серию и издавали эти книги. Но также, конечно же, я не спускал руки с пульса главных книг Кастанеды и даже приложил руку к тому, чтобы некоторые книжки вовремя поступали в сам издаты, были вовремя переведены. Я помню, как мне удалось очень оперативно заказать книжку «The Fire from Wizzin», «Огонь изнутри», по-моему, в русском переводе, да? И очень такой радостный я доставил эту книжку. Был такой подпольный знаменитый книжечек в Москве «Шаэль Шулимович Богатырев». И он очень оперативно отдал ее в перевод, и буквально там через два месяца, через сам издат, эта книжка стала растекаться по всей необъятной России. Вот я немножко рассказал историю своей связи с миром Кастанеды и Дону Хуана. И у нас будет еще много возможностей. Круглый стол, где я расскажу о своих встречах с шаманами, об изучении необычных измененных состояний сознания. Это центральная компонента, наверное, мира Карлоса Кастанеды с точки зрения современной науки, в частности, транспорциональной психологии. Но вот свое короткое вводное слово я хотел бы завершить историей, на которую намекает Майкл Харнер. В кепке седой человек, ну, крестный отец Кастанеды он рассказывал. Вы помните в фильме «Историю» – это интервью, которое я взял у него в феврале прошлого года в Калифорнии. Он рассказывает историю, как появились первые книги Кастанеды, как Кастанеда стал приходить к нему домой, стал другом семьи, и как он с женой побуждали его записывать, помогли ему, в конце концов, найти издателя, и как все это развивалось. Так вот, Харнер в беседе несколько раз говорит, что после беседы я кое-что покажу тебе, что-то важное, что должно подкрепить и показать, что то, что я говорю, имеет очень большой смысл. Кто такой был на самом деле Кастанеды, кто такой на самом деле был Хуан. Кстати, Майкл Харнер – это крупнейший в западном мире специалист по изучению шаманизма. Его ученики – выдающиеся исследователи шаманизма. Он самый эксперт в многих направлениях шаманизма. И вот Харнер после окончания беседы сходил вниз и вернулся оттуда с предметом, который затем он позвал меня, запретив фотографировать или снимать, и показал мне. Это была такая маленькая деревянная маска, скривленная. Он говорит, это Карлос сделал две таких маски, и одну из них подарил мне. И предназначение этой маски – убивать людей. Вот такая история. Так закончилась встреча. И было видно, что почему-то, почему-то это очень важно, ему рассказать эту историю, для того, чтобы подчеркнуть, что тот Дон Хуан, по крайней мере, который фигурировал в первых книгах Кастанеды, который, согласно Харнера, имеет больший контакт с реальным Дон Хуаном, с реальным прототипом. Это не шаман, это не человек знания, а это колдун, это знахарь, который, ну, в общем-то, может заниматься и такими вещами. Продолжение следует...